здравствуйте дорогие друзья с вами сангец радио и у нас на связи таролог сергей савченко очередной раз здравствуйте сергей добрый вечер добрый день рада вас видеть в прошлый раз вы сказали что устали как сегодня удалось не так сильно устать удалось уже хорошо уже хорошо я хотел сегодня с вашего позволения поговорить немножко об истории карта ро об истории тарологии но перед этим еще несколько вопросов на другую тему хотел бы спросить у вас об этом уже говорили но тем не менее все таки если какие-то особые качества которыми должен обладать квалифицированный таролог на ваш взгляд а что значит квалифицированную давайте это слово уберем просто скажем хороший таролог что такое хорошее да да просто таролог ну как минимум должен знать карты это необходимое достаточное условие или все-таки что-то еще по большому счету да то есть никаких есть момент есть очень разные люди да есть люди которые командует есть люди которые подчиняются есть люди которые ведут себя очень оперативно есть люди которые готовы слушать других есть которые готовы там давать жесткий какой-то ответ и так далее они все находят своих клиентов то есть нельзя сказать что именно этот стиль именно эта модель поведения именно там еще и именно личное качество таролога являются ключом к успеху или к тому чтобы он хорошо работал или еще что-нибудь мы просто должны очень четко разделить вот это профессиональное качество вот это личное качество они естественно ну их нельзя настолько сильно разделить они естественно будут там пересекаться перекликаться и так далее но по большому счету если хороший профессионал но и личностное качество не имеет никакого значения я запомнил фразу из фильма про доктора хауса а кто это мама а это сынок то самая сволочь которая спасла тебе жизнь то есть вот мы когда говорим хорошие хорошие королок или хороший или приятный собеседник то есть там что надо нам надо было решить проблему или поговорить чтобы нас погладили пожалели там те кто хотел пожалели они и мне нравится что с ними жестко разговаривать те кто хотел жестко их и не нравится что с ними сисюкать начинают ну то есть нельзя сказать поэтому первое что он должен знать он должен знать карты вот это как минимум естественно есть такие товарищи которым карты не нужны они без карты не умеют построиться под собеседниками там с ними поговорить как-то там вывести его разговаривать на его проблеме там и так дальше просто хорошие психологи это да это не таролог то есть если я в своей работе таро не использую я не называю старого все очень просто ну а какие то вот мы сказали больше сейчас о личных качествах какие-то профессиональные качества ведь по сути таролог является ну насколько я это понимаю неким каналом посредником переводчиком переводчиком да вот между личные качества должны быть у переводчика я должен знать язык до два языка язык с которого я переживаю язык на который я перевожу все больше никаких я должен переводить дословно и синхронно на incluя синхрониста даже люди до слова не не должен от себя там суд оставлять или счет или и делаю не литературный перевод я должен без потерь донести нет который сказал один человек до второго человека его обратную сторону и все это один из подходов терра есть другой подход что дорогг для делает литературный перевод то есть я Ну, лично я считаю, что я искажаю, когда я делал литературный перевод, я искажаю. Но кто-то, есть другая точка зрения, что я, когда перевожу, я сейчас не о себе говорю вообще, как оторологе, что я смягчаю, что я там должен как-то учитывать особенности своего клиента, что вот нельзя ему там жестко говорить, что там еще как-нибудь. Можно и так. Вы знаете, как переводы стихотворений очень интересно читать, особенно когда ты знаешь оригинал. Ну, владеешь языком оригинала и хотя бы чуть-чуть понимаешь, что там было сказано. Вот читаешь три разных перевода стихотворения и ощущение, что это три разных стихотворения переводили. Просто. Просто три разных стихотворения перевели. Поэтому тут вот это не прописано. На сегодня это вообще никак не определено. Нет единой концепции, как мы должны переводить, как мы должны работать, в какой форме мы должны сообщать клиенту то что мы увидели все не все жестко мягко учитывать не учитывать понятно а как вы вот лично вы себя ведете когда вы делаете расклад ну допустим на какое-нибудь событие ну неважно на что именно отвечаете на вопрос вашего клиента и выпадают карты которые явственно говорят о том что все очень нехорошо я смотрю на клиента я учитываю конечно не учитывая конечно не учитывая потому что я не могу это не учитывать но я не скажу на черное белое на белое черное то есть любом случае вы скажете что плохо но постарайтесь это сделать какими-то мягкими словами нет не обязательно допустим я знаю вас я знаю что у вас устойчивая психика что вы готовы к испытаниям готовы не к неприятностям вас это не сломит не разобьет и тогда я вам так и скажу карты полное дерьмо тебя ждет жопа готовься я знаю что у вас слабая психика что вы внушаемый человек что вы мнительный что вам такое скажи вы три ночи будете не спать карты не очень хорошие возможно у вас будут неприятности но если вы будете к ним готовы вы сумеете их перенести легче другой текст ну да содержание то ведь то же самое да я не могу исказить содержание но я могу выбрать форму выбор формы является моим личным решением содержание не является моим личным решением я понял а скажите пожалуйста меня вот очень мучил и до сих пор активно интересует вопрос один связанный это вообще вопрос связаны с любыми предсказаниями любыми техниками предсказательными естественным видением и в частности с картами таро вот допустим сделали расклад выпали в какие-то определенные карты которые говорят об определенных тенденциях или даже о том что может произойти в будущем через десять минут человек вышел от вас и внутри него что-то вот по каким-то причинам резко изменилось стал другим человек мой вопрос нужно перегадывать как бы делать гадания как можно чаще для того чтобы это учитывать либо вот это вот самое какие какое-то изменение или как какие-то какое-то внешнее воздействие она уже было учтено при первом гадании все это уже туда вошло так сказать карты уже отобразили это мы мы живем жизненном этапе да у нас есть некий жизненный интервал это жизненный интервал определяется количеством событий которые мы проживаем и интенсивностью событий которые мы проживаем очень нравится фраза в фильмах прошло десять лет да то есть за эти десять лет не было ничего что было бы достойно упоминания 20 лет спустя роман ничего не было в эти 20 лет фильм был своими запомнил просто три дня кондора то есть за три дня с парнем столько событий происходит он стреляет него стреляет он находит девушку над debt по всей стране там то есть не был интенсивность событий настолько уплотнивать другой за всю жизнь только не проживет зависимостя того насколько плотные ваши события насколько высоко интенсивность вот этого жизненного интервал в котором мы живете мы можем посмотреть лично я могу посмотреть на тот в котором вы живете практически безошибочно, на следующий с большой долей вероятности. Через 3-4 уже я не рискну смотреть. Но вот вопрос, вот эти вот 3-4-2-1, это сколько дней, месяцев, лет, выходите на работу, у вас рутинная работа, вот каждый день по одному и тому же маршруту, приходите домой, делайте дома одно и то же, у вас вообще нет никаких переживаний. Помните Беликов, человек в футляре? Так ему на всю жизнь можно погадать, один раз. Один раз погандал, описал, и все, у тебя все будет всегда вот так. А вот человек, у которого эту жизнь вот такая вот, он сегодня здесь, завтра там, послезавтра на Аляске, послезавтра в Калифорнии, в Австралии, и все, и события, ба-ба-ба-ба-ба. У него может быть и это рутиной, тоже может быть. То есть, для одного это переживание, они его как-то внутренне меняют, а для другой это рутинно. Он приехал, там, младший какой-нибудь наладил, приехал в другой город, наладил. Я вот когда ездил, семинары читал, я города это не видел, у меня все одинаковое было. Я приехал, прочитал семинар, сел и улетел. Приехал, прочитал семинар, сел, я все, что вижу, это людей в зале. То есть, рутина, ничего не меняется. И вот, в зависимости от того, с какой плотностью это все происходит, с какой интенсивностью это все происходит, вот на этот период мы можем хорошо посмотреть. Самый запоминающийся эпизод, который у меня был, запомнившийся мне. Приходят товарищи, говорят, давай погадаем. Короче, дело идет к тюрьме. Посудят, не посудят. Раскладываем карты. Посудят. Хорошо. Через час не посудят. Что такое? Еще через час посудят. Еще через час не посудят. Я не знаю, как тебе это объяснить. Он говорит, он мне потом рассказывает, что в это самое время адвокат торговался с прокурором. И они не могли договориться. Там какое-то сложное дело, в котором была замешана целая куча народа. А он время запомнил. Говорит, вот как ты говорил по времени. Вот так то адвоката вверх был, то прокурора вверх. То есть, ситуация менялась буквально каждый час. И она, вот как холодец, она не застыла еще. Она в любую сторону могла колыхнуться. Вот весы колеблются, и мы не знаем, где они становятся, в какой позиции. Мы не можем это определить. Есть ситуация, когда только гляну, а весы уже не то, что остановились, они застыли уже. Там уже их забетонировали в этом положении. Конечно, мы это все прочитаем за одну секунду, и никакой проблем в этом не будет. А когда вот это вот неопределенное, как ее посмотреть? Ну, как-то можно там, как-то можно. Иногда это видно, а иногда не видно, а иногда просто не видно это все. То есть, чем более критическое время человек переживает, чем, получается, чаще надо гадать. Чем более ровное и стабильное время он живет, тем спокойнее можно жить. Это, знаете, вот как флюорография. Мы сделали раз в год флюорографию. Все хорошо, все хорошо, вообще не без проблем. А мы сделали, а у нас там какие-то проблемы. Все, и мы тогда его каждый месяц сделаем, отслеживаем, меняется у нас что-то или не меняется. Да, меняется. Да, тенденцию мы видим. Все поменялось, все хорошо. Ну, хорошо. Можем не переживать. Это вот, или там терапевтическое лечение. Я каждый день принимаю пилюлечку, там какую-нибудь все. И хирургия, под нож там, ножом быстро все отрезал, выкинул, собаке отдали кишки. Все сыты, все довольны. То есть, какая ситуация у нас? Понятно. А когда вы производите этот процесс, вы каким-то образом видите, чувствуете, ощущаете, насколько критическое сейчас время у вашего клиента? Сейчас уже да. Поначалу, конечно, не... Поначалу сама эта идея, это у меня ни в первый, ни во второй день возникло гадание. Я понял. Все это потребовалось время, чтобы... И, кстати, вот синхрония. Я как раз сегодня описывал карту, писал текст карты, тройки посол, где этот вопрос затрагивается. Синхронистичная, да. Да, совпало. А скажите, пожалуйста, вот есть еще один вопрос такой, Сергей, интересный. Тоже мы вроде его касались, но не лишнее поговорить об этом еще раз. Я слышал, что в отличие от обычных карт, вот обычные карты, когда ими гадают, и что-то выпадает, это уже как бы фатально. Ничего изменить нельзя. Вот как есть, так есть, нужно это принимать и как бы с этим жить. А есть такое мнение, вот я слышал это о том, что якобы с помощью карт Таро можно не только предсказывать будущее, но и изменять грядущие события каким-то образом. Это так или нет? Про обычные карты ничего не скажу. Я полностью некомпетентен в них. Никогда на них не гадал. Я вам скажу больше, когда начало работать с Таро, я вообще перестал играть в карту. То есть, вот даже на уровне подкидного дурачка с друзьями, просто перестал. То есть, максимум это пассианс в интернете разложить. Понятно. Но это справедливое отношение рун. То есть, гадание на рунах, это какая-то очень жесткая позиция. Однако, с помощью тех же рун, магии рун, мы можем ситуацию поменять. С помощью карт Таро их тоже можно использовать как магические артефакты и менять ситуацию. Есть такие техники, которые позволяют это делать. Вот если действительно, во-первых, делаете ли это вы, интересно? Во-вторых, если это происходит, не вмешивается ли здесь тогда человек в какие-то высшие сферы, не вступают ли здесь в действие тогда какие-то моменты кармические и прочие, если это магия, по сути? Вот эта магия и есть. Вы приходите ко мне и говорите, у меня есть ситуация номер один. Она мне ни черта не нравится. Я хочу, чтобы у меня была ситуация номер два. Это неважно какая. У вас хорошая работа, вы хотите плохую работу. У вас плохая работа, вы хотите хорошую работу. Вы можете себе представить ситуацию, когда вы хотите плохую работу? Вряд ли. У вас есть жена, вы с ней разошлись, вы ее ненавидите, вы должны платить алименты. Вы специально находите плохую работу. Понятно. Да, то есть, люди настолько странные поступки делают, что я даже вообще просто перестал удивляться. Плохую работу? Да не вопрос вообще. И я раскладываю карты. Прежде чем сказать вам, берусь я за это или не берусь, я буду раскладывать карты и смотреть, могу ли я это сделать. В смысле, имею ли я физическую возможность. То есть, хватает ли моих знаний, навыков, умений и всего остального, чтобы я это сделал. Предположим, да. Хорошо. Теперь второй вопрос. У нас ситуация в равновесии. То есть, сейчас у вас там какая-то работа, это равновесная ситуация. Я ситуацию должен из равновесия вывести. И закрепить ее в каком-то другом равновесии. Даже, предположим, у человека сломалась нога. Он хочет все исправить. Что нужно сделать? А, она нога-то заросла, она сломалась 20 лет назад. Ее надо ломать заново. И заново сращивать. То есть, я вывожу ситуацию из равновесия, и я восстанавливаю это равновесие. Так вот, когда эти весы будут колебаться, мне чашка весов не даст по башке? Или даст? Если мне даст по башке, да еще и голову рассадит, да так, что еще и кровь пойдет. Я очень сильно задумываюсь, а хочу ли я это? То же самое я смотрю относительно вас. Вы мне говорите, я хочу продать дом. Для меня критично продать дом в течение трех месяцев. Я раскладываю карты, я говорю, ну вот смотри, если мы сделаем магию, то за три месяца ты его не продашь. Без магии это даже не вопрос. Если сделать магию, ты его продашь за четыре месяца. Если не делать магию, ты продашь его за шесть месяцев. Человек говорит, я согласен, меня такой разбег устраивает. Мне не важно. То есть, если я его не продал за три месяца, мне уже все равно через четыре или через шесть он продастся или не продастся. Это просто уже не принципиальный вопрос. И мы, соответственно, ничего не делаем. То есть, первый вопрос – физическая возможность. Второе – насколько сильно нарушение, насколько сильно вот эту чашу весов придется раскачивать. И здесь нет вопроса морального. Здесь нет моральной оценки. То есть, я говорю сейчас только о себе. О том, как я работаю. Я рассматриваю сам процесс. Моральная, то есть, вот вы мне там предлагаете, ну, к примеру, сделать так, чтобы ваша нелюбимая жена, ради которой вы устроились на плохую работу, чтобы платить эти элементы, чтобы она сломала себе ногу. Вот здесь уже начинается оценка. То есть, первое, я смотрю, можно, нельзя. Буду я за это браться, не буду я за это браться. Насколько эти вот нарушения будут сильны, а параллельно с этим идет моя личная оценка. Я как человек, не как торолог, не как специалист, не как мах. Я хочу в этом участвовать или нет? Мои моральные принципы допускают в этом участие или не допускают? И мы же с вами знаем, что ситуация не бывает очень неоднозначная. Нам кажется, что эта женщина тварь, и она обязательно, мы должны ей отомстить. А она, например, хороший человек, а тварь – это вы. А может быть и наоборот, что она действительно там мерзкая гадина, и ей нужно такое сделать. И это как бы вот, да, обязательно надо такое сделать. Ну, а я про себя думаю, а я готов в этом участвовать или не готов? А мне это комфортно или некомфортно? А я спокойно спать буду, я когда буду бриться, я буду смотреть на себя в зеркало, я смогу на себя в зеркало смотреть или нет? И это другая система оценок. То есть, я как маг, и я как человек по-разному оцениваю эти ситуации. Что-то я в такие дебри залез, как-то неожиданно. Нет, нет, все очень интересно, потому что здесь же вообще не только идет речь о каких-то моральных моментах, но и опять, вот я упомянул, опять речь-то и о кармическом, какой-то кармической составляющей, если верить в то, что существует карма, потому что тогда на себя таролог берет какой-то вот этот груз негатива. Маг, не таролог. Да, уже маг, теперь уже маг. Да, уже это другая категория и другая ответственность. И становится как бы уже черным магом, если он творит какое-то зло по заданию клиента. А зло? А вот неизвестно. А вот неизвестно, да, а вот неизвестно. И я как маг не даю моральных оценок этому делу. Этому вот моральные оценки я даю как человек. С моей личной позиции ваши действия оправданы. С моей личной позиции ваши действия не оправданы. С моей личной позиции ваши действия оправданы, но я в этом участвовать не буду. Почему? По кочану. Это мое право. Ну, то есть, есть разные варианты этого дела. И, вот знаете, там, Бог накажет, вот Бог накажет. Но есть же хорошая пословица. У Бога нет других рук, кроме наших. То есть, каким образом Бог должен наказать? Вот я должен в этом принять участие, или я не должен принимать в этом участие? Или я обязан, или я не обязан? Это очень интересные, на самом деле, вопросы. Они интересны, когда мы сейчас с вами рассуждаем. А когда к тебе приходят клиенты, начинают говорить, то там иногда приходится хорошо подумать. И день, и два, и три, чтобы все взвесить и понять. Да, я берусь за эту работу. И нет, я не берусь за эту работу. По моральным оценкам. Есть карта. Двойка Пентаклей. Не все то, что выглядит как зло. Зло. Не все то, что выглядит как добро. Добро. Ну, если у нас есть время, я вам могу рассказать любопытную жизненную историю. Ну, расскажите, а потом тогда я задам короткий вопрос еще насчет истории. Карта Ро я хотел. Хорошо. В 1972 году в городе, где я жил, были массовые беспорядки. Я пацаном был, естественно, этого не помню. Так уже потом были рассказы. И сосед говорит отцу, пойдем смотреть. Отец без лишних слов ударил его в живот очень сильно. Он был очень физически очень сильным человеком. Тот упал вообще. То есть, он же вернуться не мог. Не то, что куда-то пойти. Сама идея куда-то идти у него просто отлетела. Это хороший поступок или плохой? А вот пока нельзя оценить, потому что неизвестны последствия. Последствия были такие. Отец ему ничего не отбил. Но я представляю, как он мог бы ему там травмировать что-то в животе. В городе было арестовано, если я не ошибаюсь, около 300 человек. Каким образом? Коминетельщики вылезли на крышу, а там были действительно массовые беспорядки. То есть, там толпы бродили. Войск нагнали, ВВшников там. И с крыш делали эти самые фотокиносъемку. Потом они пошли по отделу кадров в разные предприятия. Искали, встречали фотографии. Если тебя находили на фотографии, и у тебя был открыт рот. Это значит, что ты кричал антисоветские лозунги. Получай пятерочку, семерочку, десяточку, пятнадцать. И сиди на здоровье. Хороший поступок или нет? Хороший. А если бы он его травмировал, он отбил бы ему почку или печень? Хороший или нет? Неизвестно. Может быть, ему бы отбили это же в лагерях. Если бы он попал туда. Мы же не знаем. Мы не знаем. Мы не знаем. Вот это ситуация, когда ты не можешь оценить этот поступок. Представьте себе. Вот мы идем. Я иду с товарищем. Да. Это выдуманная ситуация. И на нас несется камаз. Я его толкаю. Он отлетает. Он выжил. Но при этом он разбил колено. Как вы думаете, он через три года будет неблагодарен, что я его спас или нет? Ну, от человека зависит, наверное. Не будет. Будет думать о плене. Потому что колено болит каждый день. И это простые ситуации. Это реально простые ситуации по сравнению с теми сложными морально-этическими задачами, которые ставили перед мной клиентом. Понятно. Хорошо. Тогда вопрос теперь все-таки связанный с историей Карта Ро. Ну, я нашел две, как бы, скажем, два утверждения, связанные с историей. А в одном говорится о том, что карты Таро произошли из древнего Египта, пришли к нам, и они имеют некое отношение к древнеегипетской книге мертвых, и изображения на них связаны с этой книгой. Вторая идея, что к этому имеет отношение Каббала, Каббала, что это сфероты оттуда, которые перенесены изображения на карты Таро. Каково ваше мнение на этот счет? К чему больше вы склоняетесь? Или есть какие-то третий вариант? Дело в том, что история Таро, она уже изучена. Просто есть люди, которые реально занимаются историей Таро, историей. Ну, это как раздел истории искусств. А есть люди, которые это игнорируют. Им это не нужно. Они живут в своем астральном мире, и в этом астральном мире существует своя астральная история. И вот в этой астральной истории это инопланетяне, это атлантидяне, это египтяне, это кто хочешь может быть. Вообще никакой разницы нет. Но если говорить о современной, ну, в смысле о физической истории. Вот, кстати, по поводу вот этой непонятной истории есть такой интересный писатель Джон Краули, по-моему. Краули, по-моему, так. У него есть роман «Эгипет». Не «Е», а «Э», именно чтобы подчеркнуть вот эту вот не совсем физическую сущность этого Египта. У него там целая трилогия, очень интересно все это описано, как происходят события. Так вот, в этом истории Эгипта, вот там как раз Таро возникает там где угодно. А в истории Египта его просто не было там, следа нет. Просто следа нет. Сегодня история Таро достаточно хорошо изучена. Как оно произошло, где оно произошло. Пофамильно известно, кто принимал участие в создании той или иной колоды, кто принимал участие в создании той или иной идеи, которая была отражена в текстах. Ну, то есть, там никаких тёмных, чёрных, мёртвых и так далее пятен. Просто нет в этой истории. Возникают они в Италии, в семействе герцога Висконтис Форца. Первая колода появилась в 1420, сейчас точно не скажу, в 23-25, ну, где-то в этих годах. Она была не совсем похожа на Таро. Известно, кто её создавал. И опять-таки, напомню, сейчас не вспомните загадочные имена, потому что редко их произносишь, не живут в голове. Потом, по-моему, в 1948 году была сделана другая колода. Бонифацио Бембо такой художник её нарисовал. Существует. Они сохранились. Я прям покажу вам их сейчас. Вот первая колода Висконтис Форца, пятнадцатый век, пожалуйста. А вот вторая. Она называется Кериель. Ну, это по имени того места, где она хранится. И вот здесь карт больше. То есть, есть здесь дополнительные карты в придворных картах, там, где нарисованы женщины-всадники. То есть, не просто мужчины-всадники, рыцари, как мы привыкли. Ну, и женщины-всадники нарисованы. То есть, она не сразу приобрела тот облик, который сегодня нам привычен. И множество других интересных колод там было. Ну, короче, была там целая гора колод. Ну, всё. Вот она, Италия. На неё, весьма вероятно, на создание этой колоды повлияли есть такие, так называемые, мамилюкские карты. А мамилюки, кстати, жили в Египте. Только это Египет, который за уже три тысячи лет от того древнего Египта, который был там, бог знает, когда была книга мёртвых. Там уже арабцы жили. Не египцы, а арабцы. Ну, вот мамилюки там жили. Вот у них были карточные игры. Эти карточные игры попадают в Испанию. Из Испании попадают в Италию. Ну, то есть, всё это отслеживается, как это происходит. Потом начинаются вот войны между Италией, между Францией и Испанией, которые идут на территории Италии. Это вообще такой дурдом. Ну, так вот у них там они воевали. И наёмники эти карты приносят в Европу. То есть, из Италии. А в это время появляется книгопечатание. Иоганн Готенберг изобретает свой станок. Изобретаются способы дешёвого производства бумаги. И всё. И мы начинаем печатать книги. В том числе начинаем печатать карты. И появляется дизайн определённая марсельская Таро. Которая отличается от Клод Висконти Сфорца. И начинается распространение этих карт. И эти карты, они изначально были для игры. Сложная игра. Тарок называется. И сейчас следы от неё сохранились. И в Западной Европе в неё играют до сих пор. То есть, пошло там отдельное развитие. Игральные карты существуют параллельно с этими картами. То есть, это не игральные карты произошли от Таро. Или не Таро произошло от игральных карт. Это как две линии развития независимо друг от друга. Я, когда только начинал заниматься Таро, в какой-то книге прочитал, что от старших арканов в обычных игральных картах остался Джокер. Джокер – это изобретение американцев. У него изобрели в 19 веке. Записано кто, где, когда, почему, для чего. И никакого отношения к Таро он не имеет. Это их потом связали уже. И это красиво там получается. Ну, реально, они просто независимы друг от друга. То есть, всё равно какие-то египетские корни, скорее всего, да? Нет. Не египетские. То есть, мы не можем говорить о Египте. Мы можем говорить о мамлюках. Но мамлюки – это не древний Египет. То есть, я ещё раз подчеркну. Между мамлюками и древним Египтом, которым была книга «Мёртвых» и «Пирамиды», три тысячи лет. Понятно. Хорошо. А как тогда отнестись к идее о том, что это может иметь какое-то отношение к Кабале, Каболе? «Леви», «Мазерс», «Золотая заря», «Кроули» и «Уэйт», «Папюс». Вот люди, которые конкретно написали, что нам кажется, мы думаем… Только они эти фразы пропустили. Они сразу начали с того, что Кабала лежит в основе Таро. Почему? Потому что мы ни хрена не знаем Таро, зато мы знаем Кабалу. Я лично не считаю, что Кабала связана с Таро. Да, там можно провести параллель. Но Этейла, который создал Таро. Фактически, мы знаем человека, который написал первый текст, именно сделал Таро как гадательную систему. Это Этейла, французский такой товарищ. Это конец 18 века, эпоха французской эволюции примерно в это время. Он написал текст. Так вот, и Мазерс… Я не знаю, правда, вы знаете, кто такой Мазерс или нет. Это создатель Ордена Золотой Зарей. Это самый популярный эзотерический орден, который возник в конце 19 века в Англии и произвел огромное впечатление. Сейчас его все цитируют, и множество есть его ответвлений, разветвлений и так далее. И такой товарищ, как Кроули, создатель второй популярнейшей пилоты Артур Уэй тоже состоял в свое время в этом ордене. Они, правда, потом поссорились, разошлись, каждый свой начал делать. Но это у эзотериков вообще абсолютно нормальное явление. Так вот, они говорят, что мы там все из Кабалы вывели. 50% значений у Эйта, который использует Эйт, просто тупо списаны у Мазерса. А Мазерс их списал у Этелы. Вот и все. Рассказывайте мне теперь, что хотите просто. Вот текст. Текст есть, мы его видим. Кабала, Шмабала. Вот. Этелы, который без всякой Кабалы. Он основывался на своей собственном понимании астрологии, нумерологии, черти чего. И он эти придумал. Он это никак не… То есть, он пишет, что я основываюсь на этом. И он не приводит никаких выводов, никаких выкладок. Просто тупо текст. Эта карта значит то-то. Эта карта значит то-то. Все. А он перед этим, этот самый Этелы, он создал еще два Оракула. Так называемый Малое Тева. А перед этим он создал еще один Оракул, который я уже, честно сказать, забыл, как он называется. Ну, тоже вот все. И вот эти некоторые значения, которые он использовал в этих двух Оракулах, а вот этот Оракул, кстати, это тот самый, на котором отдала Мадемуазель и Норман. Если они что-нибудь путают. Или на этом. На одном из двух они отдали. Я просто этот кусок не очень хорошо знаю. Вот Эльза, которая вчера встреча была, вот это ее кусок хлеба. Она там про них про всех знает, как будто она с ними каждый день чай пил. Вот. Вот она отдала не на картах Ленормана. Это позднее. Она уже умерла, когда их там придумали. Вот. Она отдала на одном из этих двух Ораков. Не на Тару, не на картах Ленормана. На одном из Оракового Тева. Все. Пожалуйста. Все понятно. Большое спасибо за интересный рассказ. Наше время постепенно подошло к концу. До следующих встреч, дорогие наши слушатели и зрители. В эфире был Сергей Савченко. Таролог и просто, на мой взгляд, очень интересный и обаятельный человек. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. До свидания. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok